итак 13 серия москва тюмень я немного ошибся рассчитывал что 13 серии будет заключительной но к сожалению еще наверное на 14 достаточно материала может даже на 2 итак сразу напомню сделаю повторное объявление что в контакте в нашей группе размещает фильм слайд путник 81 по маршруту владивосток ростов потрясающе красивые фотографии пейзажи рекомендую зайти нашу группу вконтакте и ознакомиться посмотреть слайд фильма путника 81 так сейчас отвечу на некоторые на сообщение пользователя владимир протопопов написал когда вы читаете такое чувство будто русский язык вам не родной извините если не так я кроме русского другого языка не знаю кроме телеграфного языка азбуки морса как не пытался изучить испанский французский английский ничего мне не получилось на что могу сказать еще во первых нужно иметь образование диктора нужно уметь читать тексты это целая наука у меня такого к сожалению тоже нет еще хотел бы сказать вопрос интересно немного мне даже поставил затруднительное положение генула генеалогического древа я своего не знаю я дитя родом из советского союза длительное время приходилось вот учился например в киеве 6 лет по направлению работал средней азии приходилось жить и в костроме ну скажем так весь набор диалектов советского союза во мне вот как бы собрался что ли и потом должен сказать есть возрастные возрастные как сказать то особенности что ли мне уже давно идет седьмой десяток особенности возраста физиологические надеюсь вы понимаете так что вот как то так ответил вопрос интересный это раз а потом еще нужно наверное и иметь какое-то какое-то рабочее место специально оборудованное приходится поза не очень удобно для камин для комментирования для комментария ну в общем как смог так объяснил кстати интересно ваше мнение что особенного в моем в моей речи в моем диалекте почему такие сделали выводы так продолжаем движение впереди мобильный пост дпс контроль скорости ограничение 90 трасса r-351 ну те участки где проезжаем более-менее крупно населенные пункты и я обозначил в моем диалекте радостно так по крайней мере написано на карте музыка в салоне меня раздражает ага раздражает по понятным причинам ага давай что бы допустим ага ага оставлял ну это наверное когда уже приехал наверное да на парковке ну да лучше запомниться но в принципе то тоже самое и с касание но в тюмени не знаю как получится ага 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 а а все все понял понял что впереди мобильный пост дпс контроль скорости ограничение 90 пасмурная погода пасмурная погода следующий маршрут рассчитываю разместить от красноярска до иркутска ага 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Интересный маршрут будет от Иркутска до Листвянки и обратно с посещением Табайкайского подводного музея. Сейчас не помню, как он называется, но потрясает своими экспозициями этот подводный музей. Наверное, сделаю сначала Иркутск с Листвянка-Иркутск, а потом уже Красноярск-Иркутск. Много еще ждет в своей очереди видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Казахстан 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 Продолжение следует... Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Достаточно оживленная трасса пока. И движения интенсивные. Заправки, стоянки. Продолжение следует... С гимна России в исполнении Николая Расторбуева и группы Любе. От Мезинского двигаемся. Это называется Трактовая улица, которая переходит в улицу Ленина, Белоярский и так далее. Да что же тут такое поделаешь? Сколько раз я уже говорил. Алло, да, привет. Ой, отвлекаешь вообще прям жесть. Она и так свободная была. Да, 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 Владислава какая-то, да. С левой стороны вдоль трассы тянется река Пышма. Пышма. Что, сколько там в Москве там? 11. А, почти 12, да, в Москве? Ох, ну что, все далековато. Ну, все равно нормально, что я. Угу. Ну, до двух, это уж, наверное, перебор прям. А, там что ли? Ага. За Белоярским дорога называется Вернее, по Белоярску улица Ленина Затем улица Свертлова Ну, а далее Екатеринбург Тюмень Трасса Р 351 Ага. Слушай, погоди, а сегодня пятница же у нас, да? Да, ну да, сегодня это желательно, как раз, наверное, подольше. Лучше уж наверно и днем перерыв сделать Ну а ты попробуй ничего не делать Значит тогда не заезжай домой, а просто в машине отдохни Или в кафе зайди отдохни Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости Ограничение 40 Я проехал Екатеринбург уже У меня километров 200 с копейками до Тюмени Ты здесь? Да Да, до Тюмени совсем чуть-чуть осталось Нет, за завтра никак Ты насчет это, насчет с братом пообщаться Угу Да, хорошо Да, хорошо Увиди мобильный пост ДПС контроля разметки Ограничение 60 Ограничение 80 Продолжение следует... Проехали населенный пункт Белоярский некоторое время назад и через него проходит река Крутишка. Это одно из русел Пышмы. Так вот, в Омской области, недалеко от мотеля Уют, поселок Крутинка, поселок городского типа Крутинка. Очень похожие названия. В Забайкале, например, красивые названия. Мне нравятся Листвянка, Слюдянка. Вот такие вот какие-то особо запоминающиеся названия. Заболоченная местность справа и слева. Лесопосадки, ну лес и болото. Трасса Р-351, Екатеринбург, Тюмень. С левой стороны примерно полутора в двух километрах Деревня Чудова, наверное. И вдоль трассы, с левой стороны, тянется русло реки Кунара. С правой стороны к трассе подбирается русло реки Грязнушка. И деревня Грязновское, или село Грязновское. Интересно, с чем связано это название? Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Ограничение 90. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Нашел в Википедии село Грязновское. Село Грязновское в городском округе Вагданович, Свердловской области России. Село Грязновское муниципального образования, городской округ Вагданович. Расположено по обеим грегам реки Грязножка, правый приток реки Кунара, бассейн реки Пышма. В 20 километрах на запад от административного центра округа города Вагданович. Вдоль северной границы проходит автотрасса Р-351 Екатеринбург-Тюмень. В 3 километрах к северу от села находится поселок Спутник Красный Маяк. Основанный в 1920-е годы крестьянами Грязновского в качестве коммуна по обработке земли. История. Село основано в 1690 году крестьянином Иваном Топорковым, жителем деревни Топорково Верхнехоторского уезда, вошедшего позднее в село Мугай Свердловской области. В 1807 году в связи с постройкой храма приход села отделился от прихода села Брусняцкое с деревнями. В 1860 году в селе была открыта земская школа. Население в 2010 году составило 1486 человек. Село разделено на 18 улиц Березовая, Вересовая, Гагарина, Дачная, Зарывных, Ленина, Лесная, Луговая, Молодежная, Набережная, Новая, Победы, Соколова, Солнечная, Студенческая, Шарташская, Школьная, Юбилейная и Трепереолка, Гусевка, Учителей, Хвойный. Действует церковь Покрова Пресвятой Богородицы 1805 года постройки. Во время движения ее не видно, но с правой стороны я отметку сделал на карте. С правой стороны также тянется железнодорожная ветка, с левой стороны село Кунарское. Про село Кунарское сказано, что это село в городском округе Богданович Свердловской области. Населенный пункт расположен преимущественно на левом берегу реки Кунары, в 10 километрах на запад от административного центра округа города Богданович. На наземном транспорте 21 километра, в 2 километрах на север от Сибирского тракта. На юго-западе села находится пруд. В 1964 году, в 3 километрах на запад от села, на реке Кунаре, Кунаре, не знаю удаление, построен рыбопитомник по выращиванию зеркального карпа и другой рыбы. На восточном берегу пруда находится санаторий Колосок. Население в 2010 году составило 733 человека. В селе 12 улиц. Религия. Церковь Прокопия Устюжского существует около 200 лет. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Каменная двухпрестольная имеет вид двухэтажного здания, с розовым фасадом. В 1938 году церковь была закрыта. Летом 2010 года началось ее возрождение. Установлены колокола и так далее. В нынешнее время действующие. Вот такая вот. Обгон запрещен. Ограничение 90. Интенсивность достаточно высокая. Повторю, что скопилось достаточно много маршрутов для обработки. Уже не помню сколько. До весны, надеюсь, точно хватит уже имеющегося отснятого видео. Плюс ко всему, не только из окна автомобиля, но и из окна поезда тоже есть. Беда в том, что из окна поезда съемка, когда ведется, то координаты GPS-приемник не может установить, отразить. Поэтому придется ориентироваться как-то по карте, что ли. С левой стороны Тагиш, населенный пункт Быково. С правой стороны практически вплотную к трассе подходит железнодорожное полотно. С левой стороны будет впереди микрорайон Северный. Что это такое, я не знаю. К чему он относится? Населенный пункт Башаринский с левой стороны. А, с правой стороны Богданович. Это значит, наверное, к Богдановичу имеет привязку. Вот по карте смотрю, Богданович тут. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Достаточно крупный город. Вот огнеупорный завод. Вижу улица Мира. Первомайская улица. Это ближе уже. Значит, Богданович будем обходить по улице. Вернее, проезжать по улицам Кунавина, который переходит затем в улицу Пионерскую. Крупная достаточно железнодорожная станция. Крутой. Круто. Вернее. Круто. Про Богданович в Википедии сказано, что это город Свердловской области, центр городского округа Богданович. История, значит, Богдановичей в 1864-65 году в Пермской губернии был неурожай. 15 января 1866 года министр внутренних дел России Валуев дал письменное предписание чиновнику особых поручений при министре полковнику Евгению Богдановичу решить вопрос с нуждой в продовольствии. 23 марта 1866 года из Екатеринбурга в телеграмме Василий Васильевич, Евгений Васильевич, доложил, что решение проблемы возможно с помощью постройки железной дороги из внутренних губерний в Екатеринбурге дальше до Тюмени. В апреле 1868 года Богданович получил разрешение царя на экспедицию в эти районы. Хлопоты господина Богдановича увенчались тем, что основанную в 1885 году узловую станцию Аверино-Уральской железной дороги назвали в его честь. Вблизи города до революции действовала Покровская женская община в Грязновском районе, центром которой являлся Покровский храм. В 1947 году Богданович получил статус города. Получил статус города. Население В 2018 году составило 29241 человек. Транспорт. Узел железнодорожных линий на Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Серов, Каменск, Уральский. Железнодорожный вокзал. Автовокзал на участке Р-351, автодороги Е-22. В городе действует Богдановичский огнеупорный завод, шпалопропиточный завод, мясокомбинат, молочный завод, комбикорновый завод и комбинат строительных материалов. В 1973-2010 годах в городе действовал Богдановичский фарфоровый завод, второе в Российской Федерации предприятие отрасли по производственной мощности. Завод изготовлял фарфоровые изделия, традиционный высокотемпературный фарфор и изделия из низкотемпературного фарфора, тарелки, чашки, бокалы, чайники, сервисы, столовые приборы и так далее. В 2014 году на базе бывшей котельной фарфорового завода был создан мини-ТЭЦ электрической мощностью 8,6 мегаватт и тепловой 68 гигакалорий. Образование имеется в городе Богдановичский механико-керамический техникум, детская художественная школа, детская школа искусств, детская юношеская спортивная школа, центр детского творчества, многофункциональный спортивный центр с бассейном. Достопримечательности. Парк Горького, Аллея Дружбы, Площадь Мира, памятный знак поэту Степану Петровичу Щипачеву, мемориал памяти земляков, погибшим в годы Великой Отечественной войны, Парке Победы, Кашинское городище, памятник Героя Советского Союза Григорию Павловичу Кунавину, знак двух колец установлен на месте венчания Бажова и Иваницкой, Краеведческий музей, Литературный музей, поэта Щипачева, военный мемориал. Люди, связанные с городом. Головина Елена Викторовна, десятикратный чемпионка мира по биатлону, Кравченко Виктор Андреевич, 49-й командующий Черноморским флотом. Краснолюбов Владимир Павлович, первый секретарь Светловского обкома КПРФ с 2005 года. Евгений Куликов, кенькобежец, чемпион 12-х Олимпийских игр, рекордсмен мира. Кунавин Григорий Павлович, Герой Советского Союза. Портген Кузьма Степанович, Герой Советского Союза. Перепечин Петр Мартынович, Герой Советского Союза. Щипачев Степан Петрович, поэт, лауреат двух сталинских премий, член правления Союза писателей СССР. Сажаев Михаил Петрович, известный художник, почетный гражданин Богдановичского городского округа. СМИ. В то время ежемесячный глянцевый журнал. ТВ Богданович, официальная телекомпания Богдановича. Народное слово, муниципальная газета. Знаменка, еженедельная независимая газета. Наш Богданович, независимая газета для всей семьи. Лира-ФМ, местный радиоканал на часах 104.3. Шансон, местный радиоканал. И Клен, местный радиоканал. Вот все, что я пока нашел про город Богданович. Посмотрим. Железная дорога Транссибирской магистрали проходит через Богданович или Богданович. За ударение не судите строго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Посмотрим, если будет что-то видно. Движение по улице Кунавина Субтитры создавал DimaTorzok В основном одноэтажные домики. Субтитры создавал DimaTorzok Движение по улице Кунавина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Впереди мобильный пост DPS Контроль скорости, ограничение 50 Слякотная погода пасмурная, поэтому особо не рассмотришь. Дома. Куда попер на красный? Повезло, что они были заняты. Куда попер на красный? 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 Практически проехали город. Впереди переезд. Пионерская улица продолжается за переездом. Который переходит в дорогу Екатеринбург-Тюмень. Впереди плохая дорога. Ограничение 30. Друзья. Друзья, дорогая дорогая дорога. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Обгон запрещен. Ограничение 90. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я посмотрю, что об этом говорят в Википедии. Что написано в Википедии? Камышлов. Город Свердловской области России. Город Камышлов. Муниципальное образование Камышловское ГО Восточного управления Чистского округа расположен в 128 километрах на восток от города Екатеринбурга по автотрассе 140 километров на левом берегу реки Пышмы при впадении в нее реки Камышловки. Узел автомобильных дорог. Железнодорожная станция Свердловской железной дороги. Участок Екатеринбург-Тюмень. Расстояние до Екатеринбурга 143 до Тюменья 183 километра. В окрестностях города на правом берегу реки Пышма расположен ботанический природный памятник Камышловский сосновый бор. А также в окрестностях находится байнеологический курорт Обуховский, где работает цех по разливу минеральной воды Обуховская. Камышловская история. И по указу Верхнотурского воеводы, который повелевал Будакову вверх по пышной реке сыскать место и строить острог. В 1668 году на реке Камышловка был основан Камышловский острог. Строительство острога для оберегания от калмыцких и башкирских воинских людей. Было закончено в 1678-1679 годах. С 1682 года Камышловская Слобода. Основным занятием жителей в начале XVIII века было земледелие. А также христиане были приписаны к казенным заводам Уктузскому и Каменскому. В 1763 году через Слободу прошел Сибирский тракт. В городе стал возникать хлеботорговый центр «Зауралия», поставляющий зерно и муку по всему Уралу. В XVIII-XIX веках действовали три ярмарки. Сретенская, Тихоновская и Покровская. На ярмарках торговали купцы из Тобольска и Тюмени. Кунгуры и Нижнего Новгорода, а также Оренбурга. Были построены каменные торговые ряды, товарные склады и хранилища. Основным товаром было зерно, отправляемое в Урбитскую Слободу. А затем по реке Ницца и далее по реке Тура и Тобол зерно поступало в Тобольск. Слобода являлась поставщиком соколов для царского двора. В общем, богатая история. В городе имеется Александрово-Невская церковь. Обгон запрещен. Ограничение 90. Всехсвятская церковь. Николаевская и Кладбищенская церковь. Достопримечательности историко-краеведческий музей. В основном 1 мая 2020 года в каменном одноэтажном здании бывшего уездного казначейства. И больше информации ни слева, ни справа привязаться, скажем так, не к чему. Поэтому продолжу проворот камышлов из Википедии. Основатель 1-й директор музея, учитель естествознания наумов. Покровский собор. Педагогический колледж. Центральная районная больница. Другие достопримечательности в городе сохранились здания 19 века, начала 20 веков. В том числе здания типографии бывшей мужской гимназии вокзал. Здание связано с жизнью города известного поэта Щипачева. Медицинское, педагогическое училище, колледж, художественной и музыкальной школы. Кинотеатр, дом, культура, стадион, ипподром. Вблизи города Урал-изолятор стоит памятник расстрелянным морякам броненосца Потемкин, которые пытались сбежать во время этапирования на станции Йошала. Население города составило в 2018 году 26 444 человека. По данным переписи 2002 года национальный состав следующий. Русские 96,8%. Предприятия хозяйственную деятельность в городе ведут предприятия Камышловский электротехнический завод, Камышловский завод Урал-изолятор, Камышловский завод строительных материалов и изделий, завод Лесхозмаш, завод металлургический металлообрабатывающий завод, Кожевиновый завод. Учреждение ИЗ-632-4. Первый, что ли, ИЗ-632-4. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Ограничение 90. Транстофель Музея Прием М baseline Так, объезд. Мест будет по трассе Екатеринбург-Тюмень новое направление обход города Камышлов. Я там титрами выделил, обозначил этот участок. Смотрю по карте на город Камышлов, улицы Пряные. В основном город разбит на квадратики наровные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Камышлов... Трасса Екатеринбург-Тюмень R351. На этом я комментировать заканчиваю. Дальше звук из салона автомобиля... Продолжение следует... 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 Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Субтитры создавал DimaTorzok